Дамы и господа, у меня для вас сегодня крайне печальные известия. Возможно, я на целый год покину ютуб со своей рубрикой про поющих монстров. С остальными рубриками всё будет в порядке, не переживайте, но грёбаные поющие монстры высосут из меня всю душу, потому что именно ровно год мне потребуется, чтобы выбить оставшихся там 10-20 монстров. И это, мать его, не шутка. Посмотрите на вот этот замечательный остров, на котором даже сейчас выводятся новые персонажи. На самом деле, нифига не новые, но давайте проверим. Может, мне повезло? Давай, бам! Да ладно, новый монстр... Он выпал! Знаете, я только хотел пожаловаться, что новые монстры не выпадают мне неделями, как он сразу такой решил выпасть? Но так или иначе, знаете, сколько он будет выводиться? Давайте-ка мы сейчас ускорим всё это дело. Возьмём, продадим островка, потому что он мне нафиг не нужен. Слушай, ну и кто это у нас? Спарабей! Полутора! Мать его, суток! Он будет выводиться. До этого он ещё полутора суток как раз-таки выводился там. То есть, суммарно нужно трое суток на выведение одного монстра на одном острове. А мне таких островов нужно заполнить несколько. И вот он, видимо, этот Спарабей. Я себе немного его заспойлерил. И давайте мы его сразу получим. А я тем временем расскажу вам, что вообще происходит с поющими монстрами. А с ними не происходит ничего хорошего. Вот я получил Спарабея. Я сейчас попробую сразу же получить какого-нибудь ещё монстра интересного. И у меня, скорее всего, не получится. Но давайте мы его поставим где-нибудь снизу. Почему бы и нет? Вот он, замечательный, классный. Мне за него сейчас награду дадут. Я его ещё покормлю до восьмого уровня. Можно ещё описание его почитать, но я не буду. Аж 10 гемов кэшбэка. Круто, казалось бы, но нет. Даже ради этого замечательного Спарабея люди не собирают по 5000 лайков, которые так сильно нужны для продолжения этой рубрики. К сожалению, последние ролики прям очень мало собирали комментариев, лайков и актива. И я так предполагаю, что это из-за того, что игра уже всем приелась. И это даже несмотря на то, что я уже мастер по пузыристости. Посмотрите, мне уже ранг дали. Я по факту практически прошёл эту игру. Я заполнил из всех этих островов практически все. Ну, если не читать редких и эпических монстров, но этим будет заниматься только сумасшедшие. Остров воды, земли, убежища. Практически все эти острова у меня полностью заполнены. По-моему, они в принципе все полностью заполнены. Не заполнены у меня только. Остров Сахабуша, с которым в принципе можно разобраться, если немного так поднатореть, задонатить. Но об этом попозже. Также сезонная хижина, на заполнение которой у меня как раз таки и ушёл бы год, потому что только в определённые месяцы можно выводить этих персонажей, либо донатить. Ну и, конечно же, остров мифов, который, блин, невозможно заполнить. Остров вублинов, на заполнение которого уйдёт несколько месяцев. И грёбаный остров янтаря. Остров золота я не считаю, туда просто нужно персонажей телепортировать. Так вот, грёбаный остров янтаря. Я даже перейду на него. Вот на заполнение этого острова потребуется год. И, возможно, я просто покину поющих монстров и вернусь через год с очередным роликом, на котором я вам покажу, как я заполнил хотя бы одну ловотёку. Потому что я потратил на её заполнение две недели. И... Знаете, сколько ещё гемов нужно? Ещё 4 тысячи гемов нужно. То есть я заполнил по факту тысячу гемов только. Не то, чтобы я этим прям активно занимался, но здесь нужны десятки персонажей. И каждый из этих персонажей выводится какое-то время. К примеру, два диджа будут выводиться как раз-таки двое суток. Всякие зерномехи, осьмидубы, кустивы, проперборги, остальные тоже выводятся по 5-10 часов каждый. А их нужно по 8 штук. То есть суммарно только на одну эту ловотёку уйдут месяцы, возможно, у меня. Так как я играю не каждый день. Но всё-таки интересные вещи здесь тоже происходят. И, во-первых, интересные вещи у нас будут происходить на острове мифов, потому что мы на него чуть позже сдонатим. Но перед этим я хочу вам кое-что показать на острове воздуха. Вы не поверите, но здесь мне выпал абсолютно новый персонаж, которого вы до этого не видели. И нет, это не мамунт ни в коем случае. Это какой-то инопришленец с планеты Жепа. И выглядит он просто, мать его, невероятно. И сколько он стоит? 18 тысяч? Не, я хочу такого инопришленца себе. Правда, у меня места нет, поэтому я продам вот этого вот мамунта. Ты теперь нам не нужен. Отправляйся в преисподнюю. Блин, как его продать-то я уже не помню. Ага, вот здесь мы его продаём за 200 монет. Вот это я понимаю, конечно, апгрейд. И вот он, мамунт. Выглядит реально прикольно этот костюм. Он полностью меняет персонажа. Давайте мы его покормим, и я вам покажу ещё кое-что. Но перед этим продам одного рифа ещё дополнительно. Неожиданно, не правда ли? Я его случайно только что покормил, а теперь продаю за 100 тысяч, и опачки, а что это такое? А это редкий риф, и теперь я могу бесконечно себе фармить рифов, что очень удобно. Выглядит он тоже достаточно хайпово. По-рокенрольски, я бы сказал. И давайте мы как раз-таки его на месте этого рифа разместим, и тоже покормим. Ну и теперь, когда мы разобрались с этими ребятками, мы можем переходить на остров мифов и тратить мои гемы. Я здесь ещё не скрещивал, например, катализатора из тромбонина, насколько помню. И если мне с первого раза повезёт, это будет чудо чудесное, но мне не повезло. 23 часа. Это очень мало, и, конечно же, мне выпал тромбонин. Давайте мы отправим его на вывод, и попробуем в улучшенном питомнике всем этим заниматься, потому что там это выгодно. И серьёзно, ещё один. То есть я потратил две недели, чтобы получить одного, и вы мне сразу второго даёте? Да вы издеваетесь. Окей, здесь мы тоже тратим гемы, и у меня уже улетели 70 гемов. То есть, чтобы заполнить этот остров целиком, потребуется минимум 2000 гемов, скорее всего. Но я не хочу их тратить, я хочу взять сейчас. И жёстко, бескомпромиссно получить... Да... Стоп, а это... А это... Нет, это тромбонь. Ну, конечно. А как иначе-то? Окей, попробуем получить здесь нового персонажа, и, конечно же, мне не повезло. В принципе, на другое я и не рассчитывал. Давайте-ка мы всё это дело ускорим, с тромбонина продадим, потому что он мне не нужен. Попробуем сейчас вывести ещё одного. Давайте и на этого потратим. У меня было ровно 666 гемов! Нет, мой аккаунт теперь тоже проклят! Так, ладно, ещё одна попытка. Нет, давайте мы лучше... Вот здесь будем пробовать, потому что здесь мне нужно меньше донатить. И всё, 200 гемов, как и не бывало. Я не получил ни одного персонажа... Оооо! Да неужели мне сегодня повезло? Выпал Кальприз. На него мы тоже тратим гемы, правда. Ещё здесь придётся гемы потратить. И представляете, как быстро улетучиваются мои гемы. Этого мы продаём. И получаем вот этого ещё за 30 гемов. И яйцо это выглядит действительно интересно. Давайте-ка посмотрим, что это будет за существо. И это, собственно говоря, что-то интересное. Давайте мы послушаем двух новых героев. Я их ещё не слушал. И мне здесь осталось достать трёх героев. И я сильно не верю, что я их сегодня достану. А если достану, то мы точно по факту покончили с этой игрой. Хотя у меня есть ещё один не до конца заполненный остров. И давайте мы его покормим. И засунем его в кабинку, как из парабрея. У меня, правда, здесь даже кабинки, собственно говоря, этой нет. Но с этим и разберёмся. Благо, с деньгами и едой у меня проблем вообще теперь никаких нет. Так, это ставим сюда. И... опачки, опачки. Чё за звуки? Это кто-то из вас? О! Зачем кабинку покупал? Непонятно. Смотрите-ка, они друг с другом синхронизированы. Звучит как хрень какая-то. Это не стоит 200 гемов абсолютно. Но так или иначе, я получаю свой замечательный кэшбэк. И отправляюсь к выводу ещё одного персонажа. Нам нужно будет скрещивать теперь катализатора с... И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и. У-у-у-у-у-у-у-у-у. И... С первого раза? Да ладно. Да ладно! Две мать твою недели! Ты мне ни хрена не давала, как только я сел записывать, и как только я потратил лишнего 100 гемов, ты мне персонажей сыпишь и такой, нет, Фокс, не переставай записывать эту игру, нет, что ты, смотри, как тебе везёт. Сразу же выпадают тебе нужные персонажи с первой попытки. Я две недели не мог вывести ни одного персонажа на этом острове вне записи. Это не шутка. Это никакой, мать его, не анекдот. И кто это у нас такой? Это какая-то игральная карта будет? Что ты такое? Покажись. Это плевакса. Причем здесь игральные карты. Это больше похоже на какого-то робота из мультфильма Валли с какой-то рукой очень странной. Но так или иначе мы практически всех монстров на этом острове выбили. Если сегодня нам удастся заполнить этот остров до конца, я буду чрезмерно рад. Потому что мне не придется тратить на это один, мать его, год, как на остров Янтаря. И давай, давай, кушай, родненький, кушай. Может мне оставшихся прокачать до 15 уровня, чтобы еще выше шансы были? Хотя я не уверен, что это так работает. И это у нас битбоксер. Я только что его услышал. И я думаю, мы его еще не раз услышим. Ну а пока забираем 10 гемов. Я не хочу тратить, наверное, сегодня все свои гемы. Но что-то мне кажется, что придется. Главное не перепутать, кого я еще не скрещивал. А я еще буст челу не скрещивал. И пора бы этим сейчас заняться. Надеюсь, мне опять повезет с первого раза. Я катализатора прокачаю до 15 уровня. Мне все равно. Все. До 15 уровня, мне кажется, это должно повысить шансы. Охренеть, сколько это будет стоить еды. Но мне не жалко. Все, 15 уровень. Битбокс у нас там начался. Нет, это не битбокс. Отправляем катализатора и буст челу. И надеемся на лучшее. Вот она, буст чела. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. С первой попытки я умоляю тебя, игра умоляю. Нет, не повезло. Ладно, с первой попытки не прокатило. Давайте попробуем со второй попытки. Может, сейчас повезет. И вот сейчас, видимо, начинается тот самый ад, о котором я говорил. И да, он начинается. Еще одна буст чела. Теперь мы здесь тратим 23 гема. Нихренашеньки не получаем. Продаем. И мы обратно вернулись в ад. Вот теперь опять у меня уйдет 2 недели. Ну, окей. Давай опять скрещиваем и... Опять не повезло. Блин! А что эта игра? А что с шансами? Окей, давай здесь мы попробуем скрестить. Может, здесь повезет. И бум! С 23 часа не повезло. Минимум сутки должна выводиться эта буст чела. Давайте-ка мы потратим, блин, мои гемы, видимо. Все оставшиеся, я не знаю. Либо мы пойдем сейчас на другой остров. Возможно, нам нужно немножечко отвлечься. Но давай, еще одну попыточку и... Бам! Не повезло. Окей, оставляем буст челу здесь. И отправляемся на другой остров, где мне тоже не везет. Это остров эфира. Раз мне очень сильно везет на записи, то, наверное, мне и на этом острове должно повезти. Я здесь специально все освободил. И здесь мне осталось сколько персонажей? Раз, два, три, четыре штуки всего тоже осталось. И на них у меня тоже ушло две недели. И я ноль персонажей получил. Очко вместо персонажей. Ой, вы бы знали, как меня бомбить с этого острова. И насколько я помню, мне здесь нужно скрестить геоду и жужука. И... Десять часов. Не повезло. Вторая попытка. Сейчас-то точно повезет, думаете вы. А мне берет и не везет. Восемь часов. Я, в принципе, в этот остров не верю. У меня и так осколков достаточно. Я даже не хочу его заполнять до конца. Меня больше интересует остров мифов. И я лучше волью еще гемов именно вот в этот вот остров мифов. Давайте-ка мы вот здесь ускорим все это дело. Потом вот здесь ускорим все это дело. И как же меня бесят эти буст-пчелы, вы бы знали. Ну и еще вот 70 гемов. Можно даже 200 гемов сейчас потратить. Мне уже не жалко. Я все равно, возможно, в эту игру вернусь только через недели. Или месяцы. Или годы. Все будет зависеть от вашей активности и ваших лайков. Если под этим роликом актив будет прям очень маленький. Значит, я оставлю эту игру на месяцы и годы. Если актив будет средний, то я вернусь в нее через пару недель, возможно, когда получу еще пару монстров. А если актив будет невероятный, я, возможно, даже в нее задоначу, чтобы получить всех оставшихся монстров. Так что все зависит от вас. Можете делиться этим роликом с друзьями, которые тоже играют в поющих монстров. Ну а мы пытаемся получить еще кого-нибудь интересного. Давай, еще поехали. Бам! 17 часов. Ой, как везет-то сегодня. Ну давайте попробуем не с буст-чилой поскрещивать. Черт его знает. Все гемы я сильно тратить сегодня не хочу. Я еще со светильщиком не скрещивал. Может быть, с ним шансы будут побольше. Давай возьмем светильщика. Кстати говоря, все факела у меня горят. Абсолютно все. Шансы максимальные. Выше некуда. Все они 10 уровня. Даже вот катализатор 15. Светильщик освети... Ооо, серьезно? Он мне осветил путь в будущее? Тааак. Ну, по факту я потратил немало гемов, чтобы получить всех этих персонажей. Еще ускоряем все это дело. И бум! Светильщик скрещивается с катализатором. И получается звуковая гончая. Ой, что за звуки замечательные пошли. Выглядит она очень всрата. Мне она не нравится. Остался всего один персонаж на острове мифов. И это по факту еще один целиком заполненный остров у меня. Я в это на самом деле даже не верю, что мне так сильно повезло. Давайте-ка поставим ее здесь. Тоже покормим. Ну и давайте я покормлю ее до 10 уровня. Почему бы и нет? Возьму еще 10 гемов. И ладно, черт с ним. Я потрачу все оставшиеся гемы. Я хочу последнего персонажа. И хочу послушать вот эту вот звуковую гончую. Как она у нас будет звучать? Давайте-ка мы послушаем ее. Чтобы долго сильно не ждать. Нажимаем на эту кнопочку. Ждем буквально пару секунд. Как она будет звучать? Что это за срань? Какой-то подводный, мать его, радар. Нет, спасибо. Я разочарован в тебе. Господи, на что я трачу свои деньги и время? Я не знаю. Так, ладно. Может мне сейчас в первой попытке выпадет последний персонаж? Если так, это будет чудо. Пуст челу давайте прокачаем до 15 уровня. Потому что я уже как бы ничего не боюсь. Ни во что не верю. Ничего не жду. 15 уровень. И тот, и другой персонаж. Все факела горят. Все замечательно. Все шансы должны быть максимальные. И хрен там плавал. Нам не повезло. Ускоряем все это дело и пробуем еще разочек. Все гемы до нуля я трачу. И опять не повезло. Я реально сейчас все гемы потрачу. И мне не будет никакого смысла возвращаться в эту игру. Ну потому что ноль гемов. Зачем сюда возвращаться? Все гемы тратим. Мне уже нечего терять. Бамс. Опять не повезло. Вот именно так я и пытался вывести буквально одного персонажа. Смотрите как быстро убывают мои гемы. Ой. А гемов-то у меня уже меньше чем у подписчиков, которые донатят. Ой. Ой. А как это так? Ой. Бамс. И сейчас я не отправлюсь донатить. Нет. 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 Ради одного персонажа донатить я не сумасшедший. Вот. Вот. Все. Последняя попытка, если я правильно понимаю. Трачу сейчас еще гемасики. И бам. 17 часов. Давай. Нет. Еще одна попытка. Слушайте. Так это просто чудо. Вот сейчас если она нам выпадает, то мы только в следующем ролике сможем ее получить. И бам. И она выпала. Чудо. Не правда ли? А у меня теперь гемов не хватает, чтобы на нее посмотреть. Офигеть. Нет. Я в теории могу сдонатить, чтобы получить ее 24 гема. Но мне не хватит гемов, чтобы расправиться с вот этой бусчелой. А донатить я сегодня не буду. А вот так вот. Но все. Мы целиком заполнили этот остров. Это у нас вот это нервидение. Я увижу его только в следующем ролике, если он вообще будет. Он стоит 750 гемов. Ну и последние острова, которые у меня не заполнены. Это получается остров Эфира. Там не хватает пару героев. И остров Вублинов с островом. Мать его янтаря. Остров золота-то я вообще на изичамбо могу заполнить. Как и остров Сахабуша. Давайте мы с ним тоже попробуем сегодня разобраться. Хотя я все гемы потратил. Я не знаю, как я буду с ним разбираться. Просто можем по приколу отправить туда Сахабуша. Он у меня должен быть вот здесь. Его нужно покормить до 15 уровня. И потом я смогу его скрестить, например, с мамунтом. И бамс-парам-бам-бамс. Отправляйся у нас вот сюда. А дальше можем отправить кого-нибудь на остров золота. Например, из балалиста какого-нибудь. А чё бы и нет. И да, он будет здесь выводиться тоже полутора суток. Ну, представляете, даже и здесь нужно под сорокет гемов было бы. Вот зря я все-таки все гемы потратил. Но с той получил всех персонажей. Ну и также некоторые у меня спрашивали, почему я остров золота не заполняю. А я вам сейчас покажу, почему. Возьмем, например, вот этого из балалиста. Откормим его, например, до какого-нибудь 15 уровня. А чё бы и нет. Правда, это очень дорого будет. Но мне как бы уже не жалко. И отправляем его. Ниппон. Почему я не могу отправить его на остров золота? Что? Стоп, на остров золота отправляются персонажи только 20 уровня. Это сейчас шутка какая-то. Давай возьмем какого-нибудь. Аааа, персонажа первого уровня. Мне нужен кто-то первого уровня. Есть такие тут? О, брюшок, ты-то мне и нужен. Ты у нас одноэлементный. По-моему, на остров золота я должен отправлять 15 уровня. Я чё-то сейчас не понимаю. А чё не так? Почему я не могу телепортировать его на остров золота? Ладно, давайте мы брюшка прокачаем до 15 уровня. Возможно, я что-то в игре напутал. Возможно, у меня какой-то склероз. амнезия пятнадцатый уровень остров золото о нет остров сахабуша да чё творится то окей прокачаю его до 20 уровня наверное это будет максимальный уровень у него охренеть сколько я потратил на этой еды вообще жесть адская почему я не могу отправить его на остров золото так но зато я получил 10 реликвий блин но это того стоило наверное но у меня 7 миллионов еды потратилось на двух персонажей так я отправлю сейчас на остров золото и выясню а чё не так то так разми боже какой я дебил это именно на острове золото я должен их размещать бесплатно и теперь мне за это дадут целую кучу денег из балалис ну и тогда брюшка сюда отправим а чё бы и нет сюда 32 персонажа размещаются в принципе можно весь свой обычный остров сюда переместить за это мне дадут три миллион чека замечательно ну давай сюда и брюшка отправим а чё бы и нет 20 уровня офигеть еще и брюшок у нас есть на острове золото посмотрите-ка он уже засветился 20 уровня еще за него мне сейчас денег дадут один миллиончик замечательно правда это уже не актуально у меня денег и так жопой жуй ну собственно говоря откармливать всех других чтобы отправлять их просто на другой остров было бы странно кстати говоря брюшок то у меня здесь остается твой монстр нашел бонусный предмет а так они не исчезают с этого острова они на 15 уровне остаются здесь во прикол то есть я могу например сейчас прокачать в ужаса до 15 уровня редкого и отправить его туда или редкие не считаются но мы еще проверим так давай-ка телепорте а нет не телепортируем ни в коем случае так в ужаса этого прокачали обычного ужаса у меня нет я его уже отправил давай мы салавуна тогда тоже прокачаем я сейчас всех прокачаю так уж и быть мы к чертям собачьим потратим всю мою еду сегодня и рокса прокачаем всех кого можно мы прокачаем потому что почему нет карабаса прокачаем он у меня вообще нифига не вкачаны первого уровня почему я его не вкачивал я не знаю по моему они так уж и много денег приносит но да ладно пусть не приносит много денег зато он сейчас принесет мне много кайфа дарнчка еще на рандом всех сейчас прокачаю ну что ж из рокового донатера я превратился в грязного бомжа у которого буквально 20 гемов и 4000 еды зато сейчас золото у меня будет немерено потому что остров золото у меня тотально так подзаполнился и вы не поверите но чтобы заполнить карабаса и даун мать он не заполненный почему-то здесь какого хрена вообще так вот чтобы заполнить карабаса на этом острове вам потребуется как вы думаете 1000 гемов может быть 5000 гемов нет 12 практически тысяч гемов пошли они в жопу и он видимо будет заполняться как раз таки именно из этого острова и это какая-то жесть давайте-ка мы заберем все свои награды насколько же сильно я разбогатею о май гад 50 миллионов у меня есть вот настолько чуть-чуть мы заполнили этот остров тут еще редких можно эпических я спасибо как-нибудь обойдусь но без чего не смогу обойтись так это без ваших лайков и без вашей поддержки и подписочек они действительно меня мотивируют делать подобные ролики с донатами больно конечно смотреть на число своих гемов так или иначе теперь все зависит именно от вас буду ждать вашей поддержки но вы не забывайте что с вами сегодня был фокс нео увидимся